Инфоком и Департамент городского хозяйства предстанут перед судом 8 декабря. Такая информация появилась сегодня на официальном сайте Красноярского отделения Федерации автовладельцев. Там же размещены и копии документов, полученных из прокуратуры. Ведомство требует признать ничтожным инвестиционное соглашение между Департаментом горхозяйства и Инфокомом по оборудованию и эксплуатации платных парковок в Красноярске. Прокуратура уже направила исковое заявление в Центральный районный суд. Поводом послужило как раз обращение Красноярского отделения Федерации автовладельцев. В ответе прокуратуры отмечено, что вопросы, изложенные в нем, являлись предметом неоднократных прокурорских проверок. Наше мнение, что мы не нарушили законодательство, действовали согласно закону. Я скажу о том, что мы готовы предоставить именно порядок проведения конкурса, который был проведен. Он был открыто проведен с участием средств массовой информации, аудиозаписи имеются. Поэтому все шло согласно законодательству. Однако, несмотря на все новые трудности, мэрия не останавливает работу над проектом платных парковок. Так, сегодня городские чиновники и депутаты обсудили рекомендации за собрание, полученные после принятия закона о штрафах в первом чтении. Там побывал наш корреспондент Денис Денисов. Он сейчас на прямой связи со студией. Денис, здравствуй. Как скоро проект заработает в полную силу? Денис, здравствуй. Вот несколько минут назад закончилось совещание, и вот очень трудно сказать что-то определенное мне, как и самим депутатам. Городские избранники вновь подняли вопрос о том, кто защитит дворы в центре от тех, кто не хочет платить за парковку, а также как нужно наладить работу эвакуаторов на тех самых платных парковках. В общем-то, каких-то конкретных решений горсовет не принял, хотя и дискуссия была довольно оживленной. Вот единственное, в результате дискуссии рекомендации за собрание, вот очень четко сейчас сформулирую, приняли во внимание. А вернуться к их обсуждению, они договорились только в январе, уже получается, следующего года. Анастасия.